Дома защитников Приднестровья газифицируют. Их порядка 20 и успеть нужно до наступления холодов. Вопрос обсудили на координационном совете в правительстве. Говорили и об отдыхе в Каменском санатории. Сейчас главное условие для оздоровления там – отрицательный тест на COVID-19. Пенсионерам, которые по бесплатной путевке отправятся в санаторий, ПЦР сделают бесплатно. И еще обсуждают вопрос доплаты помощникам воспитателей за дезинфекцию помещений. Эту работу относят к разряду вредной. И по закону за нее положены доплаты. Но няни в детсадах сейчас их не получают. Говорили в правительстве и о субсидиях для молодых семей на покупку жилья. О законе о поддержке молодых семей, который предполагает выплату субсидий от 10 до 14 тысяч долларов, для молодых семей. В этом году у нас эта программа по понятным причинам не финансируется. Однако в следующем году мы планируем, что эта программа обязательно начнет свое функционирование. Это крайне важный вопрос – вопрос обеспечения жильем молодых специалистов. К ноябрю подготовят всю информацию о том, сколько специалистов претендует на субсидии. Соберут заявки, а с января 2021 года программа поддержки молодых семей начнет работать.